Пошел ливень, поубирали все вещи, чтобы ничего не намокло, оставили только удочку. И вот в разрыве между дождем, когда чуть-чуть просто ослабли капли, стали такие редкие капать, удочка поехала, рыба клюнула. То есть, видать, карп наш сегодня весь день капризничал, ожидая именно того, чтобы разрядилась немножечко ситуация. Карп вообще, рыба достаточно такая метеозависимая, и его поведение очень сильно зависит от условий. Приближается неделя ненасти, по прогнозу погоды, поэтому рыба крайне сложная. Рыбалка, скажем так, получилась у нас сегодня спортивная, скажем так. Малюсенькие насадочки, малюсенькие крючочки, рыба капризная. То есть, нетипичная для этого водоема. Обычно этот водоем меня награждает всегда богатыми уловами, и рыба клюет достаточно просто и часто. А здесь, как бы, пришлось применить свои спортивные навыки в полной мере. Удочка отрабатывает. Так. А давай-ка в коряги не идти. Надо форсировать. Я его поднял, разворачиваю, потому что там корчи. Надо обязательно из корчей забрать было рыбу. Поэтому водоем такой компактный, и рыбулечкам есть куда спрятаться. Много цепы, корчей, подводных препятствий разных. Поэтому порой приходится форсировать события, и лишь только вяжущие свойства удилища позволяют на затянном фрикционе гасить рывки рыбы. Дождик, ливень прошел, как я и говорил. Кислород тут же поступает в воду. Рыба мгновенно становится активной, начинает перемещаться, начинает двигаться. И как следствие поклевка. Я на закрученном фрикционе сразу его там на дальняке форсировал, потому что в противном случае он бы он неминуемо завел в коряги. То есть удилище погасило первые рывки сразу резко. Но рыба еще не выдохлась. Рыба еще не выдохлась, поэтому я плавно работаю. У меня крючочек очень маленький. Я не могу там сейчас взять его нахрапом, сразу забрать. Поэтому придется некоторое время покачать нашего парня. Чтобы он все-таки начал сдаваться. Пока месь не сдается. Ну, пока месь, в общем-то, он себя вполне чувствует вольготно. Дождик. Хорошенькая рыбочка, конечно, такая. Привет, дружаня. Какой красавчик. Сейчас я схожу за матом, потому что такую рыбулечку на траву класть не хочется. Снимать. Ребятам представляю, насколько трудно. Дождь идет. Опа. Я пошел на мат. Все мокрое. Ну, что поделать. В этом порой и вся прелесть рыбалки. Засечка хорошая. Почти за такой низ, бок губы. Нормально. Качно. Тих-тих-тих-тих-тих. Тружочек. Так. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Ты не устал еще? Ха-ха-ха. Оп. Ха-ха. Какой сазанчук. Длинный такой. Да. О. Му. Давай. Может еще раз забросить разочек? Да? Сейчас. Удочка справилась на 5 баллов вообще. На закрытом фрикционе, на закрученном практически. Выдрал его из коряг. Согнулась в три погибели. Но рыбу удержала. Сейчас сделаю новую приманку. Чуть-чуть промок. Съемочная группа промокла. Ха-ха. Так. Думаю, настало время поговорить о монтаже для ловли на флет. Вот непосредственно сама кормушка. Классическая флетовая. Классический 45 грамм. С подвязанным кусочком литкора. Это материал. Свинцовый имеет он сердечник. И оболочку плетеную. Данная вставочка необходима по ряду причин. Одно из них важно является то, что это сбережение и забота о рыбе. Потому что от подобной толщины литкор не попадает во время вываживания за жабры. Литкор не попадает, не издирает чешую, не рвет плавники. То есть во время вываживания, когда рыба разворачивается, литкор предотвращает ее от травм. Предохраняет. Вторым важным свойством литкора является то, что за счет свинцового сердечника он имеет вес. И придавливает основную леску ко дну. Получается, что после заброса у нас эпизод, близкий к кормушке лески основной в виде литкора, находится на дне. Это тоже важно. Ну плюс он имеет защитную хаки-расветку, что не настораживает рыбу. При ловле на флет используется на одном конце литкора. Находится петля, я ее вяжу к основной леске. А на другом находится кольцо с вертлюгом. Вот оно. К этому вертлюжку я подвязываю поводок. А сам вертлюжок загоняю глубоко в тело кормушки, для того, чтобы мой монтаж был глухим. Не инлайном скользящим, а глухим. Реализация поклевок, на мой взгляд, с глухим монтажом лучше. То есть больше эффективных поклевок. Поэтому я так глубоко, достаточно, чтобы монтаж был не скользящим, загоняю в тело кормушки вот этот вертлюжок с колечком. Теперь я свяжу поводок. Для этого мне понадобится крючок на вкус и на цвет, кому какие нравятся. В данный момент я беру крючок десятого номера. Это небольшой крючок под небольшие насадки. Форма Курвшенг. Такой вот он изогнутый. Хороший крючочек. Имеет расцветку хаки. Здесь, ну, такой даже ил. Здесь дно песочек с илом в этом водоеме. Поэтому такой цвет крючка будет предпочтительнее, на мой взгляд. И беру поводочный материал. 15 лб. 15 лб для таких условий материал более чем достаточно. Этот материал в оплетке. То есть я просто-напросто должен сейчас снять с него оплетку. Стягиваю оплетку. Остается чистый материалчик. Наверное, еще чуть больше. Вот столько, на всякий случай. О! Есть! На одном конце этого материала я вяжу маленькую петельку. Эта петелька понадобится мне для того, чтобы закреплять насадку. В качестве затяжки можно использовать. Но я, например, использую иголку. Есть! Затянул. Далее лишний кусочек. Можно при помощи ножниц. Мне нравится при помощи макетного ножа это делать. Убираю. Получается вот такая петелька. Далее я отрезаю кусок материала приблизительно 20-25 сантиметров длиной. Ну, я отрезаю с запасом, чтобы потом не церемониться. Продеваю свой материал в крючок. В колечко крючка. В направлении к жалу. То есть петелька у меня получается сверху. Оставляю приблизительное расстояние. То, которое мне необходимо будет под размер насадки. Моей. В данном случае это будут небольшие 10 на 12 дембеля. То есть пелец. И искусственная кукурузка. То есть в данном случае где-то вот такой длины у меня получается волос. И начинаю накладывать витки аккуратно, равномерно придерживая волос на крючок. Я не буду делать никаких там колечек и там резиновых кембриков. Просто банально я регулирую длину волоса количеством намотки. Вот там сделал обороты. И делаю парочку оборотов таких вот кольцеобразных по сверху. Сверху уже основной намотки. И продеваю заново мой материал в колечко крючка. Ушко. Очень важно. Поводочный материал должен выходить в сторону жала во внутрь крючка. Чтобы крючок располагался вот таким вот образом. Вот. Тогда крючок будет иметь правильную работу и будет разворачиваться во внутрь в атакующую сторону жалом во время поклевки рыбы. Далее я беру ну предположим это ловля на флет. Здесь нужны коротенькие поводочки. То есть здесь поводочек получается буквально сантиметров 10-12. Достаточно вполне. И вяжу обычной петелькой классической. Вяжу петельку. При помощи затяжки. Затягиваю ее плотно, чтобы она не поползла. И убираю лишний материал. Вот то, что у меня получилось. Это поводок для ловли на флет. Далее методом в петлю я продеваю его в колечко. и затягиваю. Вот таким вот образом. Осталось теперь смонтировать на него правильным образом насадку. В качестве рабочего основной насадки у меня сегодня хорошо работает мотыльный пелец. Он такой имеет форму. Это насадочный материал. Имеет специфический оттенок. Такой ароматический сложный. Значит, что я делаю? Я срезаю с него верхнюю ну, наверное, четверть можно назвать. аккуратненько ножичком такими круговыми по кругу, чтобы сохранить его форму, чтобы он имел эстетичный вид. Вот. Вот я получил вот такой подрезанный пельчишко. Даже можно еще чуть-чуть. внутри внутри у него есть кусочки ракушек, я так понимаю, какой-то там то ли мидий, то ли чего-то, такие твердые частички. Карп вообще любитель похрустеть. Если насадки есть вкрапление чего-то твердого, карп великолепно на это реагирует. Вот. Это нижняя часть нашего нашей насадки будет. В качестве верхней части я буду использовать искусственную кукурузку. Это замоченная в аттрактанте кукурузка, резиновая. Она имеет плавучесть и сильный интенсивный аромат. В данном случае вот это кукурузка замоченная в персиковом аттрактанте с добавлением масляной кислоты. Одной из излюбленных добавок при ловле карпа. То есть карп очень сильно полюбляет и хорошо реагирует на масляную кислоту. Чтобы не испачкаться я при помощи ножниц или если есть пинцет при помощи пинцета достаю одну кукурузку. Аромат конечно сногсшибательный. И протыкаю поперек посередине. Классный запах. Далее точно так же посерединочке стараясь чтобы все было ровно протыкаю перец. Вот получается такая комбинация. Потом беру мой крючочек с петелькой завожу это в петельку все дело и спускаю аккуратненьким движением на волос. вот я спустил. Вверху остается кусочек моей петельки для того чтобы вставить в нее стопор. Я специально сделал волос не сильно длинный потому что использую стопорочки с удлинителем. То есть такая маленькая галочка которая которую можно вставить в петлю оставшуюся. Эта процедура такая достаточно ювелирная. И тут грубыми мужскими пальцами уже так быстро не сделаешь. О есть вот и теперь начинаю втягивать ее вовнутрь. Вошла вот такая получилась великолепная насадка на волосе. Для чего еще хорошо подходят вот эти вот с удлинителем застежечки. Она входит в тело кукурузки и хорошо ее держит. Очень часто при уваживании особенно когда клюет амур у него жесткая губа и он разбивает нижнюю часть бойла ну то есть она вылетает и остается кукурузка. Если кукурузка вот так жестко не закреплена когда глубоко в тело входит вот эта застежка а держится предположим на таких на стандартных вот бывает что она просто теряется слетает и ну обидно терять кукурузку а так она всегда остается на крючке просто нет потерь. Теперь я произведу одну не менее важную процедуру. Вот мой корм который мы готовили ранее и великолепная топтушка для формирования идеально гладких флет оснасток я кладу на дно посередочке вот так вот и сверху насыпаю корм приблизительно вот так чуть-чуть с горкой далее аккуратно флет кладу сверху и вдавливаю вдавливаю с обратной стороны здесь есть надписью push синяя кнопка придерживая аккуратненько такими движениями вдавливаю получившуюся заряженный флет с кормом и на выходе имею вот такую вкусняху сверху на ней видно моя насадка после падения на дно попадания на дно этот флет некоторое время будет держать форму вот такую вот потом корм в нем посредством просто размокания или при помощи всякой разной мелочевки по типу подлещиков и карасей и прочего всего остального начинает постихонечку растворяться то есть пылить частички какие-то всплывают происходит вот такая вот динамика и по финалу мы имеем что-то вот такое вот на дне то есть кучка аппетитная кучка корма и посерединке яркий ароматический акцент это кукурузка она имеет плавучесть поэтому она будет так вот немножко приподнимать даже этот бойлик и непосредственно сам пищевая фракция то есть бойл который является едой в этом случае и карпы амуры караси другая донная рыба редко проходят мимо не обратив внимания на вот такое вот угощение от шефа посему осталось только все это дело зарядить уже не на столе а на рабочем месте на удочку и произвести заброс какая-то другая рыба как-то на месте топчется держу на закрытом фрикционе ооо передумал он наконец-то он подер поклевочка поднялся там на точке поднялся там на точке глянь высоко почему рыба поднялась почему-то сразу в ярус прямо не у дна на точке на точке поднялся И кто-то у нас такой. Коротка кольчужка. До берега дошел достаточно легко, а потом отказался разворачиваться. Все, браточек, поздно. Засечка хорошая за нижнюю губочку. Такой трешечка. Красавчик. Оранжевый хвост какой. Толстенький, наелся с листом. Ладно, давай. Спасибо тебе, что клюнул. Классная рыбалка. Классная рыбалка. Классная рыбалка. Классная рыбалка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok